Всем огромный привет! Вы на канале о вязании, вязанная история с Юлией Савлюк и сегодня вашему вниманию наконец-то будет что-то полезное, а полезное это будет джемпер спицами, который будет вязаться по описанию, то есть я конечно как всегда буду носить свои правки и корректировки. Как произошло выбор джемпера, я на канале Яндекс Дзен предложила девочкам, моим подписчицам или гостям просто канала, выбрать одну из двух моделей, которые мне очень нравятся, обе модели и которые мы можем вместе с вами связать. Выбор остановился на этой модельке, очень довольно симпатичная модель, мне очень она нравится, поэтому я буду точно ее вязать. Также там был второй джемпер, разрыв в голосах был небольшой, поэтому девочки, если кто-то ждал вторую модельку, кто виден на канале Дзен, какие я варианты предлагала или видел в социальных сетях, я предлагала, то обязательно и вторую модель я хочу связать. Так вот, эта модель довольно-таки симпатичненькая, как вы видите и сегодня я хочу сделать такой краткий обзор, анонс по данной модели, так как я уже, ой, что-то я тут нажала, так как я уже сделала, провязала узор и даже начала вязать 16 рядов всего лишь, конечно же, провязала не так уж и много, хотелось бы больше. И хочу сразу сказать, текстовое описание и схему узора с выкройками я добавлю в конце этого ролика, то есть если кому-то очень важный данный момент, то можете туда пролистать. И ссылочка под этим роликом будет в закрепленном комментарии на канал Яндекс Дзен, где предоставлено тоже текстовое описание, взято по всей вероятности с какого-то из журнала. Это у меня очень давно сохраненная моделька, еще с 2017 года, сразу говорю, то есть это не новая модель, если кто-то сейчас будет заявлять, что о, модель совершенно не новая. Да, это не новая модель, но она мне очень нравится, поэтому я почему бы не воплотить ее в жизнь с весьма интересными узорами. И я там оставлю текстовое описание, обязательно заходите. Там же точно также есть текстовое описание относительно, то есть мои комментарии по поводу данной модели. Так как я уже провязала образец и мой образец совпал с плотностью рекомендованного узора, то есть описание 20 петель в 10 сантиметрах. Вот и у меня точно также. Единственное, высоту у меня немножко другое, да, это я считаю данный вариант не играет роли. Высоту можно варьировать самостоятельно, там единственная разница у нас будет в 10 рядах, по-моему, если не ошибаюсь, или в 12. У меня 118 рядов, а там предлагают связать 126 рядов. То есть даже получается в 8 рядах. Совершенно мало, небольшая разница. Нет, все-таки 12. Боже, с математикой сложно, простите. Так вот, что хочу сказать по данной модельке. Первое, очень стоит обратить внимание в описании на выкройку. Смотрите, описание предоставлено на 46-48 размер. У меня как раз 48 размер, то есть поэтому я, в принципе, думала, что вязать совершенно будет просто, особенно учитывая тот факт, что все полностью совпало, имеется в виду горизонтальная плотность. То есть, казалось бы, вяжи и кайфуй. Нет же, девочки. В описании, в текстовом, я в монтаже не буду вставлять, вы можете просмотреть. Автор предлагает набрать 10 рапортов узора. Девочки, если мы наберем 10 рапортов узора, это будет 180 петель. И если пересчитать нашу плотность, поделить на 2 сантиметра, 2 петли в одном сантиметре, то это будет 90 сантиметра. А если мы с вами смотрим выкройку, то по выкройке предлагается 50 сантиметров вперед и 50 сантиметров спинка. Это, соответственно, будет 100 сантиметров. А это означает, что если мы так посчитать правильно, то нам нужно как минимум 200 петель набирать. Но, если мы наберем с вами 200, то у нас будут лишние петли и петли рапорта не войдут. Потому что горизонтальный рапорт это 18 петель. Вот он, кто-то не знает, это вот он, этот рапорт, вот этими черточками отделен. Если есть у вас возможность распечатать схему, к сожалению, у меня нет, поэтому я вам показываю на планшете. Сейчас негде печатать, у меня принтера лично дома нет. Так вот, вы можете вот, хотя можно взять и выделить вот эту черную полосу в редакторе, что вот это вот рапорт. То есть вот он, 18 петель рапорта. Остальное узор уже все. Так вот, вот таких вот 10 рапортов. В моем же случае я решила, что будет правильно набрать 12 рапортов. Сейчас расскажу почему. В 12 рапортов это будет 216 петель. И почему я решила не 11, казалось бы, да? 198 петель ближе к 200. Но дело в том, что тогда будет очень неудачно распределение вот рапорта. Здесь вот он, вот так вот тоже, да? То есть я вязала полностью по схеме и вязала поворотными здесь рядами. То есть вот так вот он будет. И будет один вот этот рапорт ни туда, ни сюда. То есть и получится как бы не будет симметрии джемпер. Поэтому я решила, вот сейчас я вам покажу. Вот видите, у меня два красных красивых маркирочка. И они как бы разделяют вперед и спинку. То есть я сразу здесь будет 6 рапортов впереди и 6 рапортов сзади. А так вообще получится какое-то вот гуляние рапортов. И будет, ну, придется делить их пополам под мышками. Да, вот получится половинка рапорта с одной стороны. Половинка рапорта. Даже не половинка, наверное, четвертинка. Да, вот получится. Как бы не очень будет удачный вариант. Поэтому я настоятельно рекомендую рапорты не делить. А здесь брать, выбирать четное количество рапортов. Тогда будет вот нужно, необходимо. То есть если бы это было вот как здесь рекомендуется 10, то 10 вперед. Ой, извиняюсь, 5 вперед, 5 назад. Ну, очень тогда удачно и удобно распределение. Вот в этот момент учтите. Если вы будете пересчитывать количество петель под свое вязание. Если есть вопросы, как подсчитать количество петель. Если у вас, например, не 20 петель в одном сантиметре, а в 10 сантиметрах. Если у вас не 20 петель в 10 сантиметрах, а больше, либо меньше. Если вы не знаете, как посчитать, пишите. Мы вместе с вами посчитаем. Ничего сложного нет. То есть если вы перевели 10 сантиметров, то есть 1 сантиметр. И уже умножаете то количество петель на необходимое количество сантиметров. Если вам не нужно 100, а вам нужно 90, то умножайте на нужное количество петель. Итак, этот нюанс я рассказала по поводу узора. В принципе, в схеме я не увидела никаких ошибок. Слава Богу, очень все хорошо. Поэтому, если вы новичок в вязании и умеете вязать по схеме, вперед. Описание, как вязать и что тоже есть. Это очень легко получается уже. И единственное, сейчас скажу относительно пряжи, какую выбрала я. Я выбрала пряжу польский лен. Вроде как польский назывался раньше. Не знаю. Здесь 80% лена и 20% акрила. У меня уже есть с этой пряжей джемпер. И, по-моему, по нему есть МК на моем канале. Кстати, ссылочку оставлю, если он точно есть. Или по узору. Там очень хороший такой простой узорчик. Я очень люблю этот джемпер. Я его носила в любое время года. В принципе, неважно. Летом очень много носила. Особенно прохладными вечерами. Либо прохладными летними днями. Он такой легкий. И закрытые рукава. Очень удачная моделька получилась тоже. И вязалась тоже та моделька на одном дыхании. Как и, в принципе, здесь я очень быстро это все провязала. Единственное, долго петли набирала. Так не могла определиться с длиной нити. Посмотрите, все равно. То короткая, то длинная. Лучше, думаю, быть длинная, чем короткая. Так вот. С этим я вам тоже рассказала. Что же я еще хотела. По поводу пряжи. Пряжа рекомендуется там полностью акрил. Поэтому имейте в виду. Вы можете вязать с акрилом. Многие на дзене предположили, что там довольно дорогая пряжа. Потому что очень эффектно моделька смотрится. Но тут я считаю еще, как я когда-то говорила. Очень важно красиво и правильно сфотографировать. Не всем это удается. И многие остались недовольны. Когда я сказала, что нужно красиво фотографировать. Тоже это было на канале Дзен. Ну, это такое личное мнение сугубо. Я с каждым согласна. Каждый решает сам. Так. Описание я оставлю. Ссылочку оставлю. Все я сказала. Поэтому, если вам интересно, вяжите со мной. Набираем 216 петель. Смыкаем в круг. И вяжем четко по узору 12 рапортов. На высоту, если посчитать, то 43 сантиметра. Ой, 43. А я, по-моему, 42 пересчитала. Да. 43 сантиметра. Если я не ошибаюсь, это примерно будет, я считала, 118. Наверное, будет даже чуть-чуть больше. То есть, если 118, то где-то 102. Ну, в общем, до высоты 120 рядов тогда вяжем. Потому что я 42 почему-то считала. 43 сантиметра это 120 рядов примерно. 121, 122 ряда. 120, 122 ряда. В зависимости от вашей плотности. Если ваша плотность совпадает с моей. Моя плотность 28 рядов в 10 сантиметрах. Моя плотность именно вот по этому образцу. Видите, я вяжу образец. Я связала его большой, хотя рука отругала. В каждый раз думала, ну, зачем мне он такой большой. Я уже все вижу. Я все уже понимаю. Все прекрасно. Все замечательно. Но скажу, что пряжа чуть-чуть потянулась. Кто первый раз, кто будет тоже вязать с польского. У кого есть такая возможность приобрести. Или уже есть он класс. То пряжа чуть-чуть потянулась. Если вам было тоже важен этот момент. Схему оставляем. И вяжем на высоту. А там дальше, что вязать, как буду вязать именно я. Я расскажу уже в следующем ролике, когда вывяжу на ту высоту. Постараюсь максимально быстро вязать. Так как понимаю, что каждому тоже хочется к лету новый джемперок за кадром. До новых включений. С вами была ваша Юля. Всех люблю. Целуем. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...